привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников на улице весна и мы продолжаем снимать серию роликов про авторотацию и сегодня мы поговорим о том как летает вот такой детский вертолетик вырезанный из листа бумаги поскольку оказывается что физике его спуска есть много очень интересных закономерностей а сейчас я заберусь на лесенку и пущу его посмотрим как он полетит вертолетик приходит во вращение и спускается вниз но его при этом сносит по ветру так что этот запах следует повторить в комнатных условиях но прежде чем мы это сделаем давайте для тех кто не знает как делается такой вертолетик вот я изобразил его чертеж это полоска бумаги прямоугольная она разрезается по трем линиям вот этот развес сверху для будущих лопастей и вот здесь два разреза которые уходят на треть ширины полоски потом по вот этим двум красным линиям делаются сгибы здесь получается вот эта часть которая вниз отвешена для придания вертолетику устойчивости а здесь под небольшим наклоном лопасти отгибаются в две противоположных стороны чтобы получился такой винт ну и когда вы такой вертолетик сделаете может быть его придется утяжелить снизу скрепкой или там кусочком картона чтобы полет его был более устойчивым а теперь давайте приступим к нашим экспериментам и заснимем спуск вертолетика на скоростную камеру вертолетик начал падать раскручиваться и вот он раскрутился и дальше движется с постоянной линейной и угловой скоростью теперь мы оцифруем это движение и хорошо видно что скорость вот где-то после разгона была больше чем к том когда он уже вращался можно посмотреть на графики вот мы видим график вертикальные координаты наклон был сначала больше а потом уменьшился но и наконец перейдем графику скорости и увидим что эта скорость была равна где-то после разгона 150 сантиметров в секунду а потом уменьшилась до 90 сантиметров в секунду и таким образом эксперимент показывает что когда вертолетик спускается вращаясь на авторотации его скорость спуска меньше чем если бы он просто спускался парашютируя и не вращаясь а значит сопротивление воздуха при вращении больше чем без вращения и нам надо объяснить почему это происходит и давайте для начала оценим скорость который вертолетик спускался бы как парашют не вращаясь ну я вот здесь изобразил лопасть вот так с торца значит вертолет спускается вниз в его системе отчета на него набегает снизу воздух обтекание плохое сзади застойная зона это набегающий воздух передает вертолету заметную часть своего импульса будем считать что весь по сечению ну и за счет этого возникает ага снизу у нас давление повышенное а сверху она практически атмосферное вот за счет этого возникает сила сопротивления воздуха о которой у нас есть отдельный фильм и там мы выводим формулу для скорости такого спуска ну надо приравнять рове квадрат с приравнять весу вертолета м же и парашюта лучше говорить в этой ситуации а чудо скорости такой не зим же делить на значит у нас здесь масса вертолета она у нас 0 85 грамма площадь 30 квадратных сантиметров вот этих лопастей ну плотность воздуха нам ускорение свободного падения все подставляем в эту формулу и получаем скорость полтора метра в секунду между прочим это та самая величина которую мы наблюдали в эксперименте ну и еще надо сказать за счет чего вертолет начинает вращаться но вообще-то лопасти установлены под некоторым углом ну и соответственно сила она тоже как бы давит под этим же углом ну и у этой силы теперь имеется вот такая компонента которая приложена к лопасти и начинает ее раскручивать а теперь самое интересное что же происходит когда вертолет спускается на авторотации из эксперимента мы уже знаем что этот спуск происходит со скоростью 90 сантиметров в секунду но для простоты я буду считать один метр в секунду еще мы измерили скорость которой при этом движутся концы лопастей во вращательном движении оказалось что она составляет 4 метра в секунду и вот я здесь нарисовал обе эти скорости метр вниз и 4 метра сторону ну соответственно конец лопасти в таком вращении он идет вниз по винтовой линии с уклоном четыре к одному вот а это означает что если мы перейдем в систему отсчета значит этого самого вертолетика то это означает что воздух набегает на вертолетик с вот таким уклоном теперь я хочу здесь изобразить саму лопасть лопасти у меня как вы помните они установлены под некоторым углом и вот стало быть я тут эту лопасть прикладываю но должен я вам заметить что уклон здесь составлял один к пяти вот я вот так изображу вот у меня лопасть стоит значит это угол установки лопасти а вот этот вот маленький уголочек вот здесь между лопастью и линии на которой воздух набегает это и есть угол атаки теперь значит одна четверть минус одна пятая это одна двадцатая воздух набегает значит вот под уклоном 1 20 ну это примерно 3 градуса это совсем небольшой угол атаки для плоской пластинки ну и при таком небольшом угле атаки ну конечно есть какие-то срывы вихрей но в принципе обтекание близко к ламинарному и в такой ситуации подъемная сила которую надо изображать перпендикулярно направлению течения воздуха она весьма и весьма велика а сила сопротивления лобового который изобразить действующий по течению воздуха она весьма мала соответственно и вот эта сила которая показал здесь красной стрелкой она оказывается в несколько раз больше чем в том случае когда у нас возникала сила сопротивления воздуха при парашютировании вертолетика вот за счет этого и происходит замедление его спуска и таким образом замедлением пропеллера из-за его вращения мы разобрались при этом я хочу обратить наше внимание на то что мое рассуждение было построено для концов лопастей средняя часть лопасти ну она очевидно спускается вниз такой же скоростью вращается соответственно с меньшей скоростью раз у нее меньше радиус но и там поэтому у нас другие углы атаки хотя угол установки лопасти тот же самый но и в связи с этим я хочу задать вам такой вопрос а чем определяется скорость который вращается пропеллер но вот он у нас при спуске дел 9 оборотов в секунду откуда берется именно эта скорость почему она не больше и не меньше ну казалось бы тут нужно такое рассуждение что если она была бы больше то что-то его бы останавливала а если бы она была меньше что-то его бы разгоняла но я предлагаю вам такое рассуждение поискать а ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ю тубе